Ну, коллеги, давайте посмотрим на шары. Знаете, прекрасная история, что урны, они, конечно, прозрачные, но, видимо, не до конца видно. Дает возможность объяснить, как есть. Ну, начнем, наверное, с самой первой. Покажу вот они вот, посмотрите. У нас достаточно добрые оказались эксперты, и почти все эксперты, все проекты, ну, они оказались позитивные. Черных шаров осталось гораздо больше. Понятно, Песков использовал дезарабских метод, и никто не добивался бросить больше шаров, чем один. Ну, хорошо. Плохая новость у нас состоит в другом. К сожалению, из того, что мы с вами имеем, нам особо нечего экспортировать. Синие шары почти все остались здесь. Явный аутсайдер, к сожалению, Центр опережающей подготовки проигрывает в основной борьбе. Ну, я не знаю, вот, вы, наверное, мне поможете посчитать. Ну, вероятно, всего, современная система подготовки, то, что было представлено Катей Лерман, очевидно, выигрывает. Сейчас интересно отнестись к тому, что у нас будет голосование в зале. Да, если готовы, результаты попросим их вывести на экран и посмотреть, как проголосовал зал. На самом деле, эксперты имели возможность голосовать за пять, а зал имел возможность голосовать за шесть. И очень приятно, что тот проект, который был представлен Евгением Некрасовым, он набрал максимально.